В рамках праздника города были награждены победители конкурса «Краса города-2014». В этом году жюри осмотрело 700 приусадебных участков по обеим берегам Венты. Оценивали ограды, номерные знаки домов, крепления для флага и, конечно, сами участки – газоны, деревья, кусты, цветы, их сочетание и совместимость. Обладатели первых трех мест получили ценные призы для дома от компании «Бош». Третье место получил участок Аусмы Сондеры, который находится по адресу улица Радио 5. Второе место получил участок Виты Дзерве, который находится по адресу улица Ганнибу 27. А первое место получил участок Лианы Лауриса, который находится по адресу улица Кроня 20. Ее дому уже 150 лет. Первый участок был небольшим, но тем не менее радовал изобилием разнообразных растений – гортензии, тис, туи, берючины. В начале уходным засадом занималась сама Лиана, но вскоре это стало любимым хобби ее мужа. Здесь практически ничего не было, все было заброшено, мы начинали с нуля. Дом и двор были тоже заброшены. Самая большая проблема – это пни. Большая часть двора была вся в пнях, нужно было от них как-то избавляться. И мы их выкапывали. Вся земля была перерыта, все нужно было очищать. На то, чтобы привести сад в такой вид, как сегодня, ушли многие годы. Хозяйка сравнивает уход за садом с уходом за маленьким ребенком, о котором нужно заботиться непрерывно. Это крупнолистовая гортензия, которая очень чувствительное растение. Зимой ее нужно защищать. Некоторые растения нужно заносить в погреб. Но у нас еще ни разу растения не замерзали. Любимые цветы лианы – это лилия. Но, к сожалению, у нее в саду они не приживаются. Конечно, садовница беспокоится из-за жаркой погоды, царящей в последнее время, так как большинству растений жара не нравится. Но, тем не менее, как она утверждает, сил на уход за садом у нее хватает. Любовь к цветам – это как зависимость. Ты делаешь все ради того, чтобы они были в твоей жизни. Цветы – это проявление жизни. К ним нужно обращаться как к живому существу. Садоводство – не единственное увлечение Лианы и ее мужа. Еще они активно занимаются нордической ходьбой. Территория сада, который, по оценкам жюри, получил второе место, немного больше. Около 10 лет назад хозяйка вместе со своим мужем переехали из Риги в Венсплс, который им очень полюбился, и они с трудом представляют свою жизнь в другом месте. Все начиналось тогда, когда дом уже был обустроен. Мы посеяли газон, и я попросила одной знакомой садовщицы, чтобы она мне объяснила, какое растение где лучше проживется. Это было единственное, в чем я попросила помощи. Все остальное мы делали сами. Сад Виты богат не только цветами. В нем растут и овощи, и пряные травы, и плодовые деревья. Больше всего трудностей доставляют не цветы, а капризный газон во дворе дома. За садом она ухаживает самостоятельно, набравшись знаний из немецкой книги «Зеленый сад», а также помогло посещение курсов ландшафтного архитектора Ани Тенейланда и Дидзиса Ошенека. Каждую весну только за газоном я ухаживаю приблизительно 2-3 недели, и до сих пор я учусь, как правильно это делать. По мнению садовницы, для того, чтобы растения росли красивыми, с ними нужно ласково разговаривать, но иногда и поругать. Одна яблоня никак не росла, и мы приняли решение честно от сердца, что спилим ее. И после этого на следующий год у нее были такие яблоки. Она тоже обеспокоена жарой, которая плохо сказывается на цветах, но считает, что нам всем нужно учиться приспосабливаться к изменчивой погоде. Иногда мы не можем бороться с природой, и приходится просто подстраиваться. Нужно поливать растения, иногда это нужно делать 3-4 часа подряд. Главная гордость Виты – это туевик с интересным латинским названием – туёпсис. Эту красавицу я купила совсем маленькую в Булдуре. Продавщица просто распродавала растения и просила, чтобы мы ее купили. Хозяйка мечтает о лужайке с маргаритками, но пока что в ее саду их очень мало, и они уже отсвели. Жюри конкурса «Краса города-2014» выразила особую благодарность жителям дома по адресу инженеру 87 и его домоуправляющей Ларисы Улмане за ухоженный сад. Организаторы выражают благодарность участникам конкурса и призывают каждого венсполчанина и впредь заботиться об окружающей среде. Анета Рыжик, Лиана Кюделиты, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.